Всем привет! Если у вас ожидается богатый урожай фруктов и ягод, то соковарка это то, что вам необходимо. Сок, приготовленный с помощью соковарки, имеет массу преимуществ. У него отменный вкус, много витаминов, концентрированный и большой срок хранения. Ягоды в том количестве, в котором у вас есть, необходимо вымыть. Лучше извлечь косточки из вишен, но это не обязательно. У меня с косточками. В нижней части соковарки наливаем воду. Ставим на огонь и закрываем соковаркой. В верхнюю часть засыпаем вишни. Еще у меня остались вишни без косточек. Я их тоже добавлю в соковарку. Вот такие вишни без косточек. Уже сок пустили. Закрываем крышкой и оставляем нашу массу. После того, как вода закипит, ягоды начнут отдавать сок. Теперь по специальной трубке сливаем сок в заранее подготовленную посуду. При такой обработке все витамины сохраняются и сок подвергается пастеризации. Такой сок можно сразу разливать по баночкам и закатывать. Сок получается очень концентрированный. Соковарка работает бесшумно и не требует вашего непосредственного присутствия. Выливаем оставшийся сок. Теперь сок ставим из полной чаши соковарки. Получилось 2 литра сока. Ставим на огонь. Поставили на плиту, на огонь и доводим до кипения. Закипел сок. На литр сока будем насыпать 1 стакан сахара. Так как 2 литра сока, значит насыпаем 2 стакана сахара. Один. Кто любит послажен, можете добавить по 1,5 стакана на литр сока. Все, теперь до полного растворения сахара. 2-3 минуты кипятим. Из оставшихся ягод можно приготовить массу вкуснейших десертов или сварить густое повидло. Таким образом получается безотходное производство. Минимум затрат и ресурсов. Сок закипел. Теперь сразу разливаем по стерильным баночкам. Закрываем стерильной крышкой. 100% вишневый сок готов. Остудите в перевернутом виде под теплым одеялом. Готовый напиток получается очень вкусным. Всем удачных заготовок!